Всем привет! В этом видео покажу, как сделать такой эффект замерзания экрана. Ну а перед началом советую вам посмотреть вот это видео, где я показываю, как настроить шейфер для постэффекта. И первое, что нужно сделать для этого эффекта, это зайти в Google и найти любую текстуру льда, которая вам больше всего понравится. Итак, после того, как вы добавили блит-материал в настройки экрана, можно приступать к редактированию самого шейдера. Для начала нужно добавить саму текстуру льда. Просто скопируйте нод Sample Texture, перенесите Ice сюда на ноду и добавьте это на выход Base Color. И если вот сюда добавить текстуру, она будет на весь экран, текстура льда. Но чтобы она была только по краям, потому что в данном эффекте лед может быть только по краям, нужно это разгоничить через маску. И с этим поможет нод Lerp. Вот так, вот так. И на выход. И в зависимости от вот этого входа T, будет распределяться, где какая текстура. Например, если будет белый цвет, значит, будет текстура, вот, а если черный, будет текстура экрана, то есть текстура сцены. Я сейчас покажу с помощью нода UV. Например, вот если я возьму только R-канал, вот так будет текстура сцены, текстура льда пополам. То есть, ну, R-канал выглядит, сейчас я покажу. Multiply. Вот так. Если я возьму Green канал, будет уже сверху вниз. Это UV как раз нод отвечает за положение текстуры на сцене. И его также можно использовать для масок различных. И сейчас давайте я сделаю чисто маску по краям. Для этого нужно создать вот тут новый флот, новый флот значения для управления, насколько большие края будут. И назову его Sides. Пусть это значение будет 20. И теперь нужно создать тут нод Power. И добавить сюда Sides. Тоже самое сделать с Green каналом. Потом тоже самое сделать с противоположными сторонами. Потому что вот тут, если добавить эти две стороны, вот, белая маска будет только с двух сторон. А нам нужна она с четырех. Поэтому снова вот так копируем вот это все. Но только перед этим нужно добавить ноду One-. Минус, чтобы перевернуть эту текстуру. Вот так. R канал переворачиваем. И переворачиваем. Green канал. Потом снова это все добавляем с помощью нода Add. Так, у меня что-то заглючило. Вот. И добавляем это все в Lerb. Это будет в качестве маски. И все. Теперь лед только по краям. И с помощью Sides мы можем изменять, сколько льда на экране. Вплоть до полной заморозки. И еще, как вы видите, тут появляются вот такие артефакты. Это из-за того, что текстура выходит за пределы нуля-единичка. В данном случае единички. Потому что мы тут добавляем, значит, тут единичка в углу. Вот тут единичка. И выходит двоечка. И тут получаются такие артефакты. Поэтому нужно пропустить это через Node Saturate. Но перед этим я хочу добавить Node Power. Чтобы как-то сделать лед более выраженным. Пусть будет 3. И тут уже Node Saturate. Также вместо нода Saturate можно использовать нод Clump. Со значениями, там, ограничениями 0.1. Но лучше Saturate. Вот. И мне еще не нравится, что лед сильно тусклый. Поэтому можно перемножить лед с каким-то значением. Я добавлю сюда новое флот-значение настройки. И назову Emission. Сечением. Пусть это Emission будет значение 2. Просто сделаю лед два раза светлее. То есть перемножив в два раза. Вот так. Emission. И сюда. Вот так. И теперь осталось добавить какое-то искажение. Потому что, вот, если вы зимой посмотрите на стекло, на котором лед. Оно немножко так искажает картинку. Если оно там не полностью замерзло. Или просто такое, как водичка. Его сделать достаточно просто. С помощью искажения уявить координат текстуры, картинки, сцены. Искажения буду делать с помощью, вот, как раз выхода с Абстракт маски. С Абстракт маски, точнее. Сюда нужно добавить нод Multiply, чтобы сделать маску более тусклой. Поэтому, чтобы не было очень прям сильного искажения. Пусть это значение, вот, Multiply будет 0.2. Вот такая вот тусклая маска. После этого нужно добавить нод UV. И перемножить сначала. Добавить значение маски в UV. И потом, subtract. Отнять значение маски в UV. Вот так. И вот так. Я делаю это для того, чтобы картинка не уходила в какую-то определенную сторону. А было, как-то, что-то на середине. И соединить это можно с помощью нода Lerb. Вот так. И вот так. А в значение Lerb уже добавить самолет. Вот. И на выход это UV. Вот так. И появилось искажение. Кстати, мне вот оно не очень нравится. Положение этого искажения. Поэтому я сделаю вот такие манипуляции. Так. Сейчас картинку. Хочу, чтобы тут появилась картинка. Да. Чтобы видеть, что происходит. Так. Я хочу сделать вот искажение более выраженным. Вот пусть будет Power 2. Чтобы были такие темные оттенки. Более темное ходило. И чтобы светлое становилось чуть светлее. Вот Multiply. Пусть будет значение 4. И видите, теперь картинка вот стала насыщеннее. И это все добавить нужно в ноду Lerb. Вот. Теперь искажение насыщения. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И пока. Продолжение следует.